51 возгорание зарегистрировали в Ангипасе с начала года. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели проводят профилактические рейды. В очередной рейд спасатели отправились к семьям, в которых есть дети. Малыши, оставаясь без присмотра, зачастую становятся виновниками мелких возгораний. Например, этой осенью пятилетний мальчик решил самостоятельно выяснить, что будет, если поджечь кабачок. Интересно, что в многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семьях подобные случаи возникают чаще. Именно к ним и наведались инспекторы. Они рассказали детям и родителям о самых частых причинах возгораний. Сотрудники спасательных служб отмечают, что благодаря профилактической работе в городе наблюдается положительная динамика. Настоятельно вам рекомендую объяснять на постоянной основе детям возможных опасностей в результате детской шалости с огнем. То есть, балусто со спичками, балусто с зажигалками. Рассказываем детям элементарные правила пожарной безопасности. О том, как нужно вести себя, если пожар все-таки произошел. И, конечно, напоминаем телефоны вызова пожарно-спасательных служб 101 и 112. Нефтеуганцы обмениваются едой. Местный школьник продвигает в городе проект «Фудшеринг». Движение широко распространено на Западе и в Европе. Продукты с истекающим сроком годности, но еще безопасно и передают нуждающимся или просто делятся избытками. Активисты акции называют себя «фудсейверы». Они не только помогают нуждающимся, но и выступают против чрезмерного потребления. Горожане уже подхватили инициативу, участвуя в тематической группе в одной из соцсетей. Следующий шаг развития проекта – договориться с крупными магазинами, чтобы они не выбрасывали такую условную просрочку, а передавали ее на благотворительность. «Фудшеринг – это экологическое движение по спасению еды от выбрасывания. К примеру, бабушка прислала тебе варенье, но оно тебе не понравилось. И чтобы его не выбрасывать, ты можешь выложить это варенье в определенную группу ВКонтакте, и уже заинтересованный человек договорится с тобой о безвозмездной передаче продуктов. Продукты, которых там условно через две недели истекает срок годности, они отдают это моей команде, и мы с моей командой разносим эти продукты уже ветеранам, многодетным семьям и так далее». В Нягоне открыли новый центр детского развития «Непоседа». Он сможет принять 75 дошколят, педагоги и весь персонал прошли необходимое обучение. Здесь будут проводить занятия для раннего развития, а также готовить малышей к школе. В декабре заработает соляная пещера, причем ее смогут посещать не только воспитанники заведения. В Нягоне уже работают два частных детских сада, в них дошкольным образованием охвачено более 130 детей. Созданы хорошие условия для воспитанников от двух месяцев до трех лет. Учреждения помогают муниципалитету обеспечить дополнительными местами детей раннего возраста. «Няня на час тоже планируется, то есть в любую минуту нас могут вызвать, и мы, пожалуйста, на любой территории поможем мамочке в любой ситуации. Арт-терапия, лего-конструктор». «Предприниматели, конечно, город поддерживает всячески, но мы, комитет образования, конечно, прежде всего поддерживаем методическую помощь, помощь в подборе кадров, написании образовательных программ и помощь в ориентации в направлениях бизнеса, социального. Ну и мы предполагаем, что частные детские сады будут развиваться в нашем городе, и что жители уже поняли, что разницы нет между посещением частного детского сада и муниципального». Продолжение следует...